Всем привет, добро пожаловать в новый влог, он будет обо всем по чуть-чуть и о красоте, и о доме, о покупках на распродаже и также сделаю рум-тур по новинке в нашей семье. Да-да, оставайтесь со мной. Начинаем с моей утренней бьюти-рутины. Сначала я умываюсь средством от бренда Sunday Riley. Люблю его за то, что оно деликатное, не пенится, хорошо очищает кожу, не пересушивает и не стягивает ее. Наношу тоник от бренда Mariba Desk, он просто у меня был неплохой. Под глаза использую крем от Sunday Riley, один из моих самых любимых, потому что он и увлажняет, и также подсвечивает область под глазами, и супер под макияж. В качестве такой базы, что ли, и на ночь вообще могу им пользоваться постоянно. На все лицо у меня крем тоже от Sunday Riley с витамином С. Он вот такой желтый, но когда его распределяешь, он не виден на кожу, он тоже подсвечивает ее. И здесь стабильная форма витамина С, поэтому со временем и антиоксидантное действие оказывается, антивозрастное, и выравнивается тон кожи. По утрам я сейчас стараюсь делать хотя бы несколько минут массаж при помощи одного из моих роллеров или гуаша, но как-то в последнее время я все чаще использую именно роллеры. Это не занимает много времени, но хорошо подтягивает овал лица при регулярном использовании и убирает отеки. Обязательно SPF, это Beauty of Jezen, один из самых крутых. Вообще я наношу не жалея на шею, на область декольте и, конечно же, на все лицо. Он и увлажняет, и не выбеливает, и особо не ощущается на коже, и под макияж окей, я готова. Давайте вместе накрасимся. Вы знаете, в этот день я тестировала новую косметику, я так не крашусь каждый день, не спрашивайте, почему сначала я накрасила ресницы. Это необъяснимо, это случайность. Я использую тушь от бренда Everline, и сначала я завиваю реснички при помощи щипцов от бренда Shu Uemura. По-моему, они уже не продаются в грусть и печаль. Сейчас ищу для них вот эти резиночки, потому что со временем они портятся, и я не знаю, как я буду краситься без этой штуки. Брови фиксирую при помощи прозрачного геля от бренда Hean. Вы мне его посоветовали, он действительно супер мощный, я о нем обязательно расскажу в каких-то находках из бюджетного сегмента. Как раз для этого видео я сегодня пробовала и новую косметику, и этот гель обязательно там будет. Главное, не использовать его слишком много. Потом я прорисовываю недостающие волоски маркером от бренда Everline. В этот раз у меня оттенок Mirium, потому что я загорела, и у меня еще и выгорели брови, брови и ресницы. И вы знаете, несмотря на то, что это, ну, наверное, не мой идеальный цвет, он все равно хорошо вписался, и пока у меня нет более светлого, я прекрасно обхожусь им. Он такой же стойкий, а у основания бровей добавляю немного теней. Потом я пыталась подобрать себе какой-то тон, потому что, так как я загорела, я не знала вообще, чем мне воспользоваться. Я взяла тональный крем от бренда Estee Lauder, это футурист, он с SPF 45, по-моему, и что-то как-то он мне показался достаточно плотным. Я уже отвыкла от такого покрытия. Он сияющий, он фиксируется и хорошо все скрывает. Под глаза наношу тоже новый для меня консилер. Я купила его какое-то время тому назад. От бренда Yves Saint Laurent, у меня какой-то не самый светлый оттенок, хотя сейчас он кажется на мне таким достаточно светлым. Распределяю все при помощи спонжа, он у меня из Алиэкспресс, и фиксирую все пудрой от бренда Sensai. Я стараюсь особо не пудриться, только вот прохожусь под глазами и также по Т-зоне, потому что сейчас у нас жара. Да, наконец-то. Но каждый день такой макияж я носить не готова. Пробую вместе с вами бронзер от бренда Hean. Точнее, это такой сияющий из скульптора бронзер, я бы сказала. Я пыталась его использовать, когда я была не загорелой, и мне показалось, что он такой интенсивный. А в этот раз я даже несколько раз его наслаивала. У него очень красивый финиш. Hean умеет делать средства для бронзирования, для скульптурирования, и мне нравится результат. В этот день я открыла для себя несколько новых средств, которые однозначно буду использовать и советовать вам. В частности, вот эти румяна от бренда Catrice. Они супер универсальные, такие легенькие, немножко подсвечивающие. И, честно говоря, по эффекту мне даже напоминают чем-то румяна от MAC. Теперь беру это и тени для век, жидкие, и база. Это польская марка Glam Shop. Это вообще девушка-визажист, которая раньше вела свой канал. Не знаю, она продолжает это делать или нет. Но у нее очень много классной косметики декоративной. И она как-то больше переключилась именно на производство. Я купила эти тени в магазине DM. Там такая большая палитра цветов. Я взяла оттенок потемнее. У меня цвет соленая карамель. И они очень быстро растушевываются. Кстати, в качестве базы они тоже хорошо работают. Можно даже растянуть немножечко пальцем. Этого можно было и не делать. Очень красивые тени от MAC. Но на такой темной базе они теряют все свое великолепие. Потому что, ну как, они выглядят красиво. Но когда используешь или светлую базу, или обычную бесцветную, они в качестве основного такого цвета на все века смотрятся просто загляденье. И мне показалось, что еще и не хватает какого-то темного оттенка. Взяла палетку от Charlotte Tilbury, которую я тоже не так давно купила. Но что-то я как-то от нее не в восторге. Вот не скажу, что на нее нужно потратить последние деньги. Но как-то не вау. Это сияшка тоже от Glam Shop. Это их турбопигменты. Такие прессованные, очень сияющие тени. И это нечто. У них тоже много цветов. И я обязательно вернусь еще за какими-то. Кстати, я помыла голову. Это, я не знаю, какой-то такой день был, когда все шеворот на выворот. И волосы у меня подсыхали. Они, кстати, начали крутиться. Мама сказала, что она никогда не видела меня с такими вьющимися волосами. Что-то во мне изменилось. Прокрашиваю контур губ при помощи карандаша Kiko. Добавляю матовую помаду от Essence. Это должен был быть розовый нюд. Но по факту она на мне просто такая коричневатая. Не скажу, что некрасивый оттенок. Наоборот, я сейчас часто им пользуюсь. Но еще больше мне все это нравится в трио с блеском. Также от Essence. Я укажу вам все оттенки в инфобоксе, потому что сейчас уже могу не помнить. Получается такой красивый нейтральный нюд. Но при этом не чрезмерно бледный. И, кстати, вот это вот все отлично носится. Высушила волосы. Обновляю пудру, потому что согрелась еще больше феном. И на этом мой макияж на сегодня готов. Тестирование прошло удачно. Я носила этот макияж в течение целого дня. И он прекрасно продержался. Хотя летом я предпочитаю что-то полегче. Покажу вам свой сегодняшний наряд. Ко мне как раз приехала посылка из H&M. И я убегаю к врачу. А завтра рассмотрим, что еще у меня там. Очень красивое женственное платье с открытыми плечами. Я его видела на девушке в Греции. Она пришла так на ужин. И она собирала все взгляды. И потом случайно я его увидела. Решила купить себе. Это новая коллекция. Сумочка. Я не знаю сколько ей лет. Она из Zara. Но мне кажется сюда она очень хорошо вписалась. И вот мои шлепки из манго. Они правда мне недавно так натерли. Надеюсь сегодня будет без приключений. Платье из вискозы с перемесью чего-то. Но подкладка полностью хлопковая. Сто процентный хлопок. И сегодня у меня вот такой женственный летящий образ. Стараюсь в последнее время чаще надевать платье. Это так красиво. У нас уже следующий день. Я обещала вам показать обновки. Чуть кое-что отгладила. И мы продолжаем с новиночками. Вот такое платье. Ярко-желтого цвета. Оно чуть более насыщенное чем вы видите его сейчас. Это H&M. У меня размер XS. Но это как видите достаточно относительно. Можно надевать на пляж поверх купальника. Для меня это платье на каждый день. Чтобы как-то аккуратно выглядеть дома. Потому что я все-таки не работаю в офисе. И я могу хоть целыми днями так ходить. И здесь в составе вискоза и лиоцел. Вот. Очень приятный материал. Платье такое дышащее. Можно с темными аксессуарами. С темной обувью. Или с чем-то светлым. Я еще добавила вот эти сережки. Кстати, я не жалею, что я их оставила. В Заре еще были красивые серьги с солнышком. Они распроданы, но я нашла на Алиэкспресс. Закажу там. Вот. И, по-моему, оно не на распродаже. Но в H&M часто бывают какие-то скидки. Поэтому можно найти чуточку дешевле. Его я оставлю. Кстати, эту авоську я покупала в H&M. И сейчас она на скидках. Она не вытянулась по длине. Несмотря на то, что я очень много всего в ней носила. Сейчас снимаю. И вижу, что тополиный пух продолжается. У нас Линька сегодня утром. Все отдраили, отпылесосили. И снова клочки шерсти. Несмотря на то, что вычесываем ее каждый день. Юкасю нашу. Вот она тут релаксирует. Мы очень рано гуляли с ней. Потому что жара. Теперь ребенок будет отдыхать до самого вечера. Потому что, скажи, надо как-то перетерпеть. 20 с чем-то градусов. Даю все. И потом пойдем еще раз гулять. Очередное платье. В этот раз Миди. Забыла снять ожерелье. Ну ладно, пусть остается. Это такое же платье, как у меня просто полосатое морское. Я, опять же, купила его в H&M. Я сегодня еще покажу несколько покупок из других магазинов. Мне понравилась расцветка. И ткань здесь точно такая же тоненькая, приятная. Это хлопок, как и в моем. И оно хорошо носится. Вот просто надел, добавил какие-то массивные шлепки или босоножки. По желанию даже кроссовки. И вперед по делам. Здесь вот слева есть разрез. Справа его нет. Но несмотря на то, что это... У меня всегда проблема вертикальная или горизонтальная. Горизонтальная полоска. Оно не особо как-то полнит, мне кажется. У меня размер XS. То есть оно будет свободно на миниатюрных девочках, кто реально такие XS. Потому что я... Ну, стандартная комплекция. Я не могу назвать себя суперхудышкой. Это однозначно. И я на полном серьезе, девочки, говорю. У меня тоже есть, что скидывать. Поэтому я никого тут нет. Не хочу обидеть. Ничего такого. Реально XS, по моему мнению, это вообще супермаленькие девочки. Но при моде на оверсайз многие вещи свободные. И я в них тоже помещаюсь. Вот эта сумка, она немного растянулась. Но это тоже H&M с прошлого года. И я ее люблю. Платье не просвечивается, насколько я вижу. Потому что белым белье не особо-то и бросается в глаза. И очень круто выглядит с черными аксессуарами. Вот очки, сумка. Очки CELINE, а шлюпки тоже, между прочим, H&M. Только это премиум, по-моему, их линейка. Покупала их в начале сезона. Платье Огонь. Если такое нравится, то можете брать. Я люблю, ношу и сама очень довольна. В актуальной коллекции H&M есть такие топы в разных расцветках. И конкретно эта онлайн была со скидкой. И я решила его взять и посмотреть, к чему он вообще может подходить. Я вспомнила, что у меня есть кюлоты из Zara. Я их покупала несколько лет тому назад. Они хлопковые. Очень приятные. Я даже в этом году в Греции надевала их с черным топом. И теперь у меня есть что-то цветное к ним. Возможно, даже с черной обувью, с черными очками будет смотреться более выигрышно. Но расцветка прикольная, потому что это беж с таким приглушенным желтым. Здесь вот такие хвосты, которые можно завязать. И здорово, что у меня появился какой-то такой прикольный лук. Не совсем обычный. На летом. И тоже можно надевать с теми же сережками большими, с цветами и с повязкой. Буду экспериментировать. Сейчас прям какой-то бум на вещи из муслина. Они есть буквально в каждом сетевом магазине. И у меня вот эта рубашка из Алиэкспресс в размере М. Они маломерят, поэтому сразу берите больше, если любите такие модели оверсайз. Хотите носить, чтобы прикрывало, например, бедра. И у меня у мамы точно такая же. И в комплект к этой рубашке я хотела купить себе шорты. Вот заказала на H&M. Они тоже были в стационарном магазине. У меня размер С. Такие свободные. Они, кстати, с подкладкой. Я заправила сюда шнурки. Но они чуть как бы желтее. Они больше молочные, чем рубашка. Не критично. Но, девочки, если я замочу все это дело в белизне, они станут белее. Или лучше так не делать, я их только испорчу. Они с подкладкой. И есть разных цветов. И на Алике рубашки в разных цветах, и на том же H&M шорты с рубашкой можно подобрать комплектом. Ну, раз рубашка у меня была, я хотела взять еще и шорт. Рубашку я уже много раз стирала. Как-то я так ее перекрутила слегка. И она отлично держится. Очень удобно вот так ходить на пляж или просто в город. Кстати, в H&M я взяла себе вот такое ожерелье. Ошейничек летний. Он пластиковый, это не жемчуг. Но все равно. Вот такие костюмчики прикольно смотрятся со всякими фенечками летними, с ракушками. И, кстати, когда идешь на пляж, например, то это все не мнется особо. И не знаю, что делать. Наверное, оставлю. Можно было взять и на размер меньше. Ну, пусть будут свободненькими такими. Уже ношу свои коричневые шлепки из Zara. И как раз вот достала сумку из багажника. Мы были на пляже на днях. И люблю такие удобные комплекты. Тоже без заморочек. Хотя можно было взять что-то поярче. Но к рубашке захотелось именно светленькие шортики. Светленькие шортики. Светлые шорты. Это все такое уменьшительно ласкательное. Комбинезон, который очень многим понравился на моем фото в Инстаграме. Я вообще-то не планировала его так носить. Этот лук из фото в Инсте я составила просто на ходу. И это Zara, девочки. Актуальная коллекция. Так же, как и повязка, и сережки. И теперь этот комбез станет одной из главных вещей моего летнего гардероба. Я такое люблю. Его можно стилизовать абсолютно по-разному. Но повязку куда-то уже пристроила. Не могу найти дома. Поэтому покажу вам еще вот такой вариант. С грубыми босоножками. И вот у меня под рукой была моя сумочка. Просто куда-то в город. С детьми. Куда угодно на самом деле. И это лен. Не помню я сказала или нет. Он у меня в размере XS. Он достаточно свободный. Я его потуже затянула на талии. По-быстрому мы сегодня делаем гриль. Хочу заснять. И потом буду заниматься домашними делами. Комбез приятный. Это, конечно, лен. Он немножечко колется, но не критично. Если у вас суперчувствительная кожа, то, возможно, вам это будет как-то мешать. Но, смотрите, он и не короткий на меня. Все прям хорошо. Я же сегодня буду в Комбезе. Он тоже из актуальной коллекции Резерт. Я покупала его не так давно. Ткань Решелье. Это хлопок с подкладкой. У меня размер XS. И чем дальше я отхожу, тем темнее картинка из-за очень активного солнца. Поэтому приходится стоять ближе к зеркалу. И я этим Комбезом довольна или нет. Я все-таки подумала и решила, что дома на гриле я тоже буду в платье. Почему бы и да. Это тоже Резерт. Тоже ткань с шитьем. Оно хлопковое, с хлопковой подкладкой. И такое коротенькое просто платье на лето. Но мне оно очень нравится. Здесь по бокам вот такие разрезы. Оно меня не обтягивает. Просто, знаете, как продувается сверху рукава фонарики. Сочетание белого и синего. Это своеобразная классика. И, конечно, оно такое не то чтобы подростковое. Ну, господи, а когда мне сейчас носить короткие вещи? Скажите мне, что теперь? Если тебе не 20 лет, то нельзя надевать короткие платья. Меня, честно говоря, удивляют такие комментарии. У нашего дедушки обновка. Он купил подарок себе и внукам. Сейчас покажем, да. Пойдем посмотрим, что внутри. Дедушка купил кампер полтора года тому назад. Здесь надо убраться. У него была операция в прошлом году, поэтому не актуально. Привет, Захарчик. Давайте посмотрим, сколько здесь спальных мест. Я видела вот буквально, когда война началась, он показывал это все, но я ничего не запомнила. Одно спальное место, второе. Дальше здесь раскладывается кровать и делается полноценная двухспальная. Можно даже так и вот. Вот еще наверху. А, с этой стороны тоже можно, но это скорее как диванчик. Этот кампер огромный. Дедушка его покупала за границей, он бэушный, но он в очень хорошем состоянии. И вот там тоже двухспальная кровать. Знаешь, сколько? Один, два, три, четыре. Ну, шесть точно спальных мест. Здорово, мне кажется. Сейчас пойдем, да. Здесь водительское место. Сегодня Захар опробует поедет куда-то с дедом, но без ночевки. Хотя мы собираемся ехать куда-то сначала в Польшу, а потом и за границу. О, Игнат закрыл дверь. До свидания. Спокойной ночи, Игнат. Даже туалет. Туалет и душ. Да, но если кто-то много ел булочек всю зиму, то можно и не поместиться. Душевая кабина реально очень маленькая. Но и раковина, и унитаз, зеркало, много шкафчиков. Вот сверху два. С этой стороны тоже все закрывается. Вот так. И здесь дедушка еще сложил кресло для отдыха. Что, Захар? Туда же телевизор только выйдет, потому что мне надо закрыть дверь. Тут, но он такой. Плоский, да, телевизор есть? Ой, не доставайте, может, мальчики, а то дед нас прибьет. Дед, встань, да. Это дед сделает. Все, телевизор. Можно подключиться к электричеству и смотреть, что вам там надо. Шкафчики, слушайте, ничего не буду трогать, лишь бы не испортить. Здесь также есть кондиционер и кухня. В кухне, девочки, даже бокалы для винишка. Все очень серьезно. Конечно, кайф я помню, что мы тогда... Ну, я не сильно была в восторге вообще от чего-либо, но дети сильно радовались. И мы были в шоке, что дед решил купить кампер. И это сразу досочка. Тут даже эти штучки себе. Да. Плита, печь для пиццы. Вот отделение. Представляете? Духовка там, сковородки. Дай, Игнаш. Подожди сейчас. Игнаш, оставь эту лестницу. Это поднос. Захар будет разносить нам еду, подавать обеды. Захар тут уже все проверил. Кастрюля там, наверное, всякое такое хранится. Вытяжка, не хухры-мухры. Вот это все шкафчики. Можно прятать там, что угодно. Везде, везде шкафчики. Ну, понятное дело, если ты едешь надолго, то как бы нужно собраться. Там дедушка припарковался рядом со стройкой. Недалеко от нашего дома. Держатель для полотенца. Конечно же, холодильник. Ой, ладно, не трогаем. Морозильная камера. Ой, она холодная, наверное, все работает. Это, ну, знаете, такой небольшой холодильник. Но я думаю, что вместительный. Зачем вы дергаете эту лестницу? Вы ее снимаете, ставите обратно. Вы там сейчас прибьетесь на этой лестнице, я чувствую. Вот сейчас покажем, да. Ну и снова какие-то шкафчики, шкафчики. Матрасы. Что это за фигня? Не знаю. Что-то лежит. Можно тоже закрыться в своей комнате. Комнателу единицы. Ну, реально, он огромный, девочки. В Европе очень комфортные кемпинги. И мы были на нескольких. Не знаю, как там отдыхается. Мы попробовали только глэмпинг. Не совсем мое. Но, кто знает, может, выберусь и я. Сверху есть ралеты, которые можно разложить. И получится крыша, под которую тоже ставится там столик, стульчики, всякое такое. Это тоже шло в комплекте. И здесь сзади есть вот такой держатель для велосипедов. То есть, когда отправляешься в путешествие, можешь взять с собой еще и велики. Слушайте, я не знаю, сколько он метров, но он здоровенный. Я, например, не смогла бы управлять такой машиной. Ну, что же. Наверное, в этом году нас ждут маленькие или большие приключения. Потому что в Польше тоже можно куда-то поехать. Не обязательно там сразу две недели куда-нибудь на море. По желанию. Счастье полное штаны. Они были очень рады. И дед сказал, что он купил такой подарок для внуков. Что ему-то все равно. Но, говорят, я всегда мечтал, чтобы у нас был кампер. И теперь он у нас, как видите, есть. Дорогущие. Пионы, которые я купила в цветочном, так и не распустились. Пионы, которые я купил. Скоро новый урожай. Я купила новый декор для дома. Поэтому, скорее всего, вот эта дорожка и подушки теперь переместятся сюда. У нас зацвели розы. Давайте покажу вам поближе. Юкис идет со мной. Это какие-то то ли английские, то ли британские розы. Я же вам говорила, что где-то в июне они начнут цвести. Вот, собственно говоря, уже в процессе. У нас есть и светло-розовые, и вот такие более насыщенные, и темно-розовые. И, кстати, у нас они ни одного вида. Так случайно получилось, но мы даже рады. Нужно немножко за ними поухаживать, посрезать те, которые уже отцвели. Здесь так пахнет, но еще больше пахнет у дома. Ну, то есть при входе. Вот такие еще очень большие и красивые. Они самые большие в нашем саду. Это другой оттенок роз, между прочим. Юкин арбуз. Божественные вот такие персиковые. В общем, полный микс оттенков. Ну, так даже лучше, мне кажется. Парит юки. Наверное, будет гроза. Тебе тоже так кажется? У нас это нормальное явление. Не-не-не, я сейчас занята. Нет, мы играться не будем. Вот, собственно, эти нежно-желтые плетущиеся. Они распространяют свой аромат. Не только рядом с нашим домом, но даже рядом с соседями это ощущается. Вроде каждый год одно и то же. А я каждый раз не могу ними налюбоваться. Как же я люблю такие тихие, спокойные дни. Без каких-то нервов, без стресса, без спешки. Я думаю, что многие из вас меня поймут. И тогда, когда тебе на душе спокойно, тебя радуют остальные самые простые вещи, заряжают. Ты видишь столько всего красивого. И это был как раз именно такой вечер, когда я очень сильно радовалась просто семейному ужину с самыми простыми блюдами. И, вы знаете, я готовила и даже кайфовала от того, что свежие вкусные овощи. Все такое настоящее и солнечно было, тепло. Знаете, просто можно жить и радоваться обычным вещам. Иногда мы сами находимся в таком состоянии, когда ты этого даже не замечаешь. Ты не способен заметить что-то хорошее вокруг тебя. Дай Бог, чтобы таких вечеров, дней, ночей было как можно больше. И не только этим летом. Спасибо, что провели этот влог со мной. На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Продолжение следует...